Всем привет! Это внеочередной выпуск подкаста «Ничего нового» у микрофона Денис Васильков и в этих внеочередных коронавирусных и самоизоляционных выпусках подкаста я разговариваю со своими знакомыми и друзьями, которые разбросаны по всему миру и узнаю, как они вообще переносят это непростое время. И сегодня с нами в гостях вот здесь прямо со мной на связи Оля из Варшавы. Привет, Оля! Привет! Как твои дела? Как настроение? Как погода в Варшаве? Нормально. Сегодня шел снег, но очень быстро растаял. Вообще очень сильно похолодало. На выходных было 18 градусов, а сегодня, наверное, градусы 3-4 и очень холодно. У нас тоже. У нас даже были в парках толпы. Толпы людей, которые где-то гуляли, какие-то шашлыки даже делали. Как у вас развивается обстановка? Расскажи, пожалуйста. Ну, обстановка развивается очень динамично. Сейчас уже практически 2000 инфицированных людей. Не знаю, сколько смертей, но, по-моему, около 10. Я уже несколько дней не слежу за новостями, потому что решила, что не буду следить за всем. Ты находишься дома, правда? Ты из дома работаешь? Да, я 2,5 недели уже работаю только с дома. Ясно. Как тебе это дается? Это же, я так понимаю, это требование польских властей, чтобы все сидели по домам, да? Да. Технически очень тяжело работать с дома, но мне повезло. Мне с работы привезли большой монитор. Я работаю на двух мониторах. Первые дни у меня монитора не было, поэтому было физически очень тяжело на одном лаптопе делать все нужные вещи. Ну, вообще, дома сидеть очень тяжело, потому что сидишь один, без людей. Часто нужна, иногда просто нужна помощь коллег, а некого спросить. Приходится шаровать экран и кому-то показывать то, что ты делаешь. Это утрудняет информацию. Вообще, коммуникация очень утруднена, потому что... Можно утруднена, так сказать, форекс? Да, можно, можно. Ну, потому что мы созваниваемся, но все равно это не сразу с тем, что общение я обживаю. Скажи, как-нибудь вот в бытовом плане на тебя самоизоляция уже повлияла за эти недели? В плане, ну там, не знаю, еды, каких-то твоих привычек, развлечений. Как ты живешь это время? Расскажи, пожалуйста. По поводу еды. Я сейчас уже второй месяц на диете, поэтому в еде у меня ничего не изменилось. Вот просто я изменила не то, чтобы у меня рестрикционная диета, но диета, которая меняла мне привычки, скажем, такие каждодневные. Я не обжираюсь. Стараюсь регулировать каждый день то, что я ем. По поводу других привычек, когда сидишь дома постоянно, я начала смотреть сериалы. Я сериалы смотрела редко, сейчас я смотрю часто сериалы. Что из последнего тебе понравилось? Сейчас я смотрю сериал «Острые предметы». Я не знаю, как он называется по-русски, но у нас «Острые предметы». Да-да-да, есть такой очень хороший сериал. «Острые предметы», а от этого я смотрела по-русски, он польский называется «Велький комстер». «Little big lies». А, да-да-да, «Маленькая большая ложь». Да, вот я просмотрела этот сериал, потом сейчас начала смотреть вот этот сериал про «Острые предметы». Скажи, в плане еды, либо еще каких-то услуг ты пользуешься доставкой? Либо как это все выглядит в Варшаве весны 2020 года? Была проблема с едой. Где-то недели две назад, когда люди думали, когда только ввели у нас нечрезвычайное положение, положение перед чрезвычайным положением, была проблема с едой и с предметами такого бытового пользования, как туалетная бумага. И туалетной бумаги не было и не было мыла. Это где-то неделю продолжалось. Надо было просто ходить, искать несколько магазинов, ездить, чтобы туалетную бумагу и мыло. Сейчас это все доступно. И магазины ввели некоторую регуляцию, что можно купить одному человеку только две пачки туалетной бумаги или две пачки мыла. А люди скупали это все, вообще люди скупали все огромными тележками, потому что боялись, что закроют магазины. Сейчас уже все успокоились и в любом магазине есть уже все. Но в магазин впускают только по пять человек. Возле двери стоит охранник, который контролирует, сколько людей в магазин будет. Максимальное количество это пять человек может прибывать в магазине. Единственное, на что цены очень сильно поднялись, это на антибактериальный гель. Сейчас он стоит 26-25 злотых, а стоил он каких-то там 5 злотых. И были тоже времена, когда его вообще не было нигде. То есть он сейчас появился, но стоит он в пять раз больше. Скажи, чтобы добраться до магазина или переехать куда-то в другое место в Варшаве, общественный транспорт работает, такси есть или как это выглядит теперь? Да, общественный транспорт работает. В большинстве случаев ездят по раскладу выходного дня. Такси работают, Uber, Bolt, все это работает. Вообще в обществе, так сказать, я понимаю, что ты не следила за новостями последние дни, но вообще по твоему ощущению, какая сейчас атмосфера, какие настроения? Все уже как-то осознали то, что произошло и уже как-то живут в этой новой реальности? Либо то, что происходит еще пока в новинку? Я думаю, что да, что люди уже осознали. Хотя у нас были такие случаи неделю, может, две недели назад, когда люди бухали во дворе, сидели на бульварах вестелянах с пивом, большими компаниями. Но это была молодежь. Еще был такой прикольный случай про мужика, который был на карантине, и он не выдержал сидеть в карантине дома, пошел, набухался и заснул на ларке возле подъезда. И его полиция нашла. И насколько я знаю, что вообще в Варшаве появилось очень много общественных таких пространств, которые в теплую погоду, в теплое время года, которое сейчас как раз приходит, очень популярны. Они, наверное, сейчас пустуют, да? Да. Ты видела снимки. Потому что я знаю, что набережная Вислы, прямо она забита очень плотно в солнечное время. Да, там всегда сидят люди. Скажи, что говорят по телеку, либо что пишут польские сайты о том, что происходит? Хватает ли информации? Есть ли этой информации доверие? Смотря, конечно, какую информацию читать. У меня нету телевизора, я телевизор не смотрю. Вчера была у знакомых, у них был телевизор, и мне тяжело было находиться с телевизором в одной комнате. Потому что я сейчас приняла такое решение, что я не буду это все мониторить. Каждый день, каждый час. И буду просто время от времени смотреть статистики, и все. Появляются такие сплетни, информации по поводу того, что государство скрывает действительное количество людей, которые умерли от коронавируса. Вот появляется такая информация. В пике сейчас обсуждение то, что у нас изменили избирательный кодекс в связи с президентскими выборами в мае. И оппозиция, конечно, в шоке, и все нормальные люди, я считаю, тоже в шоке. Но есть, конечно, люди, которые придерживаются других взглядов, и они полностью поддерживают участие. Скажи, пожалуйста, вот когда ты узнала о том, что тебе предстоит самоизоляция, как ты готовилась к этому? И какие сейчас основные сложности, если есть, какие испытываешь? Никак не готовилась, это было очень быстро. Нам сказали на работе, что забирайте каждый день с собой лаптопы домой, потому что в любой момент вы можете не вернуться. И буквально в течение трех дней это все произошло. И это были выходные перед понедельником. Нам просто всем пришло письмо, что необходимо остаться со следующего понедельника дома и работать дома. Поэтому не было никакого времени, чтобы на это подготовиться. Единственное, что я поехала со своим другом в магазины и закупилась едой. Насколько? Как долго? Насколько большие запасы были? Где-то на неделю. Неделю, дней десять. Но у меня не было такой паники, что закроют магазины. А многие люди закупались просто огромными тележками, вывозили все из магазина. У нас не было макарона, риса, мяса. Обычных таких продуктов, каждодневных, над которыми не задумываешься. Скажи, лично для тебя, как ты задумывалась уже, какие перспективы? Как будет развиваться ситуация по-твоему? Насколько долго продлится этот режим самоизоляции? Когда появится возможность выходить из дома подольше, куда-то ходить? Когда откроются всякие бары, рестораны? Тяжело что-то сейчас планировать, потому что проблема заключается в том, что никто не знает, умрет ли вирус при высоких температурах. Но мне кажется, что это все продлится до июня. А тогда поговорим о приятном. Об этом ты точно уже думала. Когда все закончится? Что ты первым делом сделаешь? Куда поедешь или что купишь? В первую очередь я пойду погулять на улицу. Наверное, в парк Лоденки. Если это будет выходной день, суббота, я пойду просто погуляю по городу. Схожу в парк Лоденки. А вечером обязательно пойду на какую-нибудь очередь. Круто. А скажи, есть ли у тебя есть, возможно, совет какой-то, либо пожелание, либо еще что-то для других людей, которые сейчас находятся в изоляции? Что бы ты могла посоветовать, сказать слова поддержки, что угодно? Я считаю, что с каждого времени можно вынести какие-то хорошие вещи. И я считаю, что это время, когда можно спокойно подумать над своей жизнью, подумать над тем, кем ты есть, прочитать много книг и вообще побыть наедине с собой. Мне кажется, что это очень важно. И что в такой вседневной реальности мы про это забываем, потому что все время надо куда-то идти. Большое спасибо, Оля. Надеюсь, ты переживешь это время тоже так в позитивном настрое, что все будет нормально. Во-первых, что ты останешься здоровой, что не подцепишь эту заразу. Спасибо. Вы слушали подкаст «Ничего нового». С нами на связи была Оля из Варшавы. Она рассказала, как проходит ее жизнь сейчас в условиях самоизоляции. Если вы хотите стать героями подкастов про самоизоляцию, пишите мне там, где слушаете этот подкаст, либо заходите на сайт василькоу.ком, и там точно вам выпадут все контакты и способы связи со мной. Берегите себя. У микрофона был Денис Васильков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова